Привет всем! Говорит и показывает экзаменю. Наши новости очередные об аквариумных рыбках в нашем замечательном аквариумном магазине. Но стоим мы сейчас не в самом магазине, а мы опять в нашей замечательной карантинной базе. Вот, и тут, собственно говоря, я вот сижу и думаю, пошли денечки теплые, на рыбку пошел спрос. Сейчас у нас там в магазине плавает рыба, которая перезимовала. И народ пошел, она начала стремительно заканчиваться. А этих рыб мы не так давно получили из тая, в данном случае это тайские рыбки. Ну и тут вот диагностика у нас идет. Одну рыбку очень точенькую я вынул, остальные все очень такого вида сейчас вообще неплохого. Вот, а вот один нашелся точенький. Ну и поскольку все равно он не жилец, то я, в общем-то, посмотрел, что живет в нем. Вот. Ну и тут загадочка такая будет. Сейчас мы вам покажем червячка. То есть я эту рыбочку вскрыл. Вот. Вот, червячок такой интересный и у него глазки есть. Вот. Ну и как вы думаете, вот зачем глазки? Что вообще червяку рассматривать? Он, в общем-то, газет не читает, да? Рассматривать ему нечего. Он живет на всем, но готовым и есть слизь. И глазки ему нужны только, только для того, чтобы различать свет от тьмы. И те, и те, у кого глазки, они живут, оказывается, под жаброй. Им нужны вот глаза, чтобы быстро-быстро уползти. И там уже в темноте делать свое дело черное. И эти червяки называются дактилогирус. А те, которые по телу, значит, ползают, и, казалось бы, здесь и свет есть, и было бы чего вот рассматривать, в принципе, на вот цвету. Так у них глазок-то нет, потому что у них совершенно простая функция – жрать слизь, все. И рассматривать им абсолютно нечего. И вот, значит, гиродактилюсы, которые по телу ползают, им вообще все равно. Бывают они и в жаберную крышку заползают, но как бы в основном они по телу. И вот у них глаз вообще нету. Но зато они живородящие, и мы это показывали несколько раз этих вот матрешек. Вот. А дактилогирус, он откладывает яички. Тоже там они в жабрах, значит, крепятся. И вот ему нужны эти глазки, чтобы быстренько-быстренько сваливать в тень. Все. Вот он, точенький. Вот я одну там жаберную крышку уже вот срезал. Может быть, кому-то пригодится. Давайте быстренько вот покажу, как, собственно, с жабры брать такой вот материал. Если рыба у нас уже, в общем-то, мертвая. Вот. Но для того, чтобы диагностику жабры делать, нужно свежий-свежий-свежий умерший материал. Потому что эти сосальщики, они могут покинуть рыбу в течение 10-15 минут. Ну, там, если в холодильник положить, то часик еще, значит, продержится. Вот. Делается это так. Крышечка отрезается. И мы жабру тут видим. Я тут немножко зацепил. Вот она кусочек. Вот. Ее можно на стеклышко положить. Чуть-чуть вот так водички сюда капнуть. Вот. И накрывается другим стеклышком. Сейчас стеклышко отыщу. Вот. Если мы хотим просто увидеть тотально, сколько там всяких паразитов, то можно не вот так вот накрывать, так оно накроется плохо, а вот немножечко сплющить, вот так вот провести. И мы таким образом снимем все, что там есть. И такой вот, как говорят, значит, тотальный препарат получаем. Mount VED. И его потом можно будет посмотреть. Это вот я, значит, ободрал, сколько-то жаберных лепестков. И этот сосальчик, опять же, здесь он, значит, попался. Ничего себе какой. Монстр. Вот такой вот. Вот у него тоже глазки есть. Но здесь я сейчас свет не выставлял, чтобы это было видно хорошо. Сейчас посмотрим. Вот. А там специально с другого микроскопа там было удобнее показать, чтобы контрастно эти глаза видны были. Вот с такими вот паразитами мы сейчас там будем бороться. Ну, туда сейчас уже внесли празикванты. Вот. Думаю, что завтра их уже не должно быть. Ну, посмотрим. Вот он еще даже пытается есть, чего-то, что скабливать. Вот такие звери замечательные приезжают на вот рыбках. Их надо обязательно-обязательно обрабатывать. Иначе в пруд попадет вся эта нечисть в полном объеме. И там еще размножится вообще неверенно. Так что рыбку брать из непроверенных источников категорически вредно. Вот все, все вот это вот заполучите тут же. Вот. Там еще бродяжки ихтиоптириусов встречаются. И много чего еще интересного. Все. А теперь будем уже смотреть позитивные новости. Так. И вот мы перешли в магазин. И думаем, а чего бы нам сегодня показывать. Ну, думать на самом деле есть над чем. И мы сейчас и публику тоже призовем подумать. Потому что есть несколько обращений с просьбой показать и рассказать о цихлидах малавейских. В частности, о демасоне. Ну, и вот и же с ними. И вообще, как эти цихлиды у нас в мягкой питерской воде живут. Ну, как видим, что живут еще как. Вот. Опять же, были тоже обращения рассказать о ларикариевых мусомах. О всякого рода там акантикусов, адонисов. Господи, все уже. Вечером устал. Вот. Вот. И прочих, значит, на присосках. Вот. Опять же, о глошечках. Ну, без них-то как? Без глошечек-то. Вот. А говорят, расскажите подробнее о рыбках глом. Вот их у нас тут было. Вот. Это уже сколько у нас вариантов? То есть, Африка и глошки, да? Теперь дальше. О гупях. А, и самы. О гупях. Вот такие вот у нас тут канадцы красивые. Бегло так показываем. Не заостряюсь пока. Вот. 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 Такие вот гупешки. Вот. Слово вельвет вот проскакивало. Если имелись в виду гупи, то вельвет вот он. То есть, рассказать о гупях как-то уже содержать. Ну, наверное, пока хватит тем. Поэтому голосуем в следующий раз о ком рассказывать. О, значит, самах ларикариевых рас, о малавийских цихлидах, о рыбках-глошках, либо о гупях. Вообще вот четыре варианта. Вот. Кто наберет больше голосов, о том, значит, про ту рыбку и расскажем. А сегодня я уже просто вот обещал, будем рассказывать о рыбках-водорослеедах. Кто у нас водорослееды? Ну, не только о рыбках, потому что улитки тоже водорослееды. Вот. А если честно, то самый хороший в Деслиед, это как бы препарат Бородоед. Сейчас покажем. Сейчас посмотрим, да. С него, наверное, надо, в общем, начинать. Где у нас живет Бородоед-то? Бородоед у нас живет вот. Вот есть Лайт Бородоед, есть такой Бородоед. Вот. Но здесь вот на картинке, значит, неспроста. Значит, сетчатый Бородоед показан. И причем он какой-то такой вообще зелененький. Глядишь, даже вот глошка. Глошный. Ну, поэтому, ладно, придется коснуться тем глошек и сегодня. Потому что у нас есть, у нас есть тут эти самые Бородоеды-глошки. Вот, есть зелененькие, есть синенькие. Вот. Ну, на мой взгляд, они на самом деле самые хорошие водорослееды. Они еще в значительную степень универсальны. Почему? Потому что водоросли у нас растут и на листьях растений, и на декоре, и на дне. Где-то их надо подъедать. Вот. Ну, как ни странно, если у нас тоже, если честно, есть водоросли. И все не съели. Ну, да ладно. Бородо? Ну, да бороду они едят. Слишком, слишком другая борода. Да нет. Ну, вот они едят бороду. Особенно, ежели ее вот тем вот бородаедам слегка прибить, то после этого легчает. Вот в том аквариуме у нас, которое мы вот нередко показываем, наверное, покажем сегодня еще раз. Вот они реально все это убрали. Ну, там был как бы и бородоед, и вот это. Ну, смотрите, здесь сидят барбусы. Барбусов хорошо кормят, 100%. Естественно, им тоже достается много еды. Они немножечко ленятся. Кстати, о корме. Сейчас я быстренько возьму корм. Взял. Кстати, о корме. Вот здесь, конечно, такая компания и барбусов, и бородоедов. Ну, наш любимый фитостикс. Ну, барбусы с большим азартом его будут раздавливать. Ну, эти тоже поедят. Ну, конечно, такой вкусный корм, и бородоеды не будут по дому бороду кушать. Вон они как бороду кушают, да. Вот. Ну, о них очень хорошие отзывы. Вот в данном случае, вот сегодня, на момент съемок, у нас есть, они только глошные. Ну, как бы в норме они обычные, вот обычного природного окраса есть. Чем они хороши? Не сильно большие. Хотя тут мне недавно рассказывали, что вырос чуть там не до 15 мсм. Но я как-то и не сталкивался. У меня обычно в пределах 10 точно, а то и меньше. Вот. Они на самом деле никого не скребут зря, ни на кого не нападают. Живут мирно и их не трогают особо. Вот. И, в общем-то, конечно, чистят они хорошо. То есть, какая бойня происходит. Тут у нас, да. Тут у нас такой вот ажиотаж. Ну, потому что корм этот на самом деле хороший. Вот. Опять же, к этим бородоедам можно отнести анциструсы. Ну, конечно, в основном маленьких. Потому что большие уже ленятся. Они там либо разглажением заняты, либо ждут, когда что-нибудь вкусное с неба свалится. Вот. К вопросу рассказов о гупьях. Вот рядышком. Аня переведила. Санта-клаусики вот такие. Но долго сегодня мы их показывать не будем. Голосуйте за гупей. Так, поехали дальше. Заманушки, да. Заманушки такие, да. Ну, вот анцистрасы много с кем. В основном они специалисты по чистке декора, конечно же. Вот. Ползать по листьям, ну, разве что маленькие будут. А зато вот всякие каменюги, гроты и прочие декорации, шкрябы, тет, и вот они как раз очень даже хороши. Ну, они и нитку неплохо съедают. И нитку тоже неплохо, да. У меня съели, все хорошо. Да, идем дальше. Вот тут у нас прям-таки водорослееды за работой. Показываем уникальные кадры. Что-то где-то у нас продажное заросло-заросло. И вот креветочки, пожалуйста, показывают класс. Поэтому сегодня я их кормить уже не буду, чтобы у них был задор вот это все чистить. Вот можно даже показать крупно, если выхватит, как там они клешниками. У них там на кончиках лапок вот так вот раздвигается такая клешинка, и они буквально вот это дело вот обдирают. Ну вот, вот видно, как у них, вот они как бы вот топочут эти креветки, а там такая клешинка и щеточки очень такие интересные. Там такие мини-серпики поставлены. У меня на сайте фотка есть, как эта лапка устроена. Вот, и устроена она очень-очень хитро. Там множество таких наискосок посаженных резачков, и они буквально тонким слоем они срезают вот эти, вот эти обрастания. Вот, но если будут очень голодные, то могут начать потом срезать и листья. Ну, сначала вот так. То есть, креветки амана очень даже неплохие водорослееды, и нитку могут есть, и вот такие вот плосконькие обрастания. Это не сине-зеленка, это вот что-то еще. В водоросли на самом деле много видов, определять их сложно, поэтому я не склонен называть их названия прямо так сходу. Ну, понятно, что вот такие водоросли. И это вполне добыча этих вот креветок. Переводим взгляд ниже. Гара, руха. Ну, она нисколько водоросли чистит, хотя немножко чистит, но не сильно. Зато прекрасно чистит руку. А почему они так любят именно кожу человеческую? С чем это связано, как думаете? Ну, значит, они не очень водорослееды, а больше кожиеды. Ну, да. Ну, вот. Вот любят почему-то. Мне кажется, это не очень гигиенично, когда вот эти ванны стоят в различных типах спа-центрах. Ванны точно, потому что грибки с кожей никуда не деваются. И все это большие байки, что у них там какая-то слуна, которой нет на самом деле, вот, фунгистатичная. Нет, конечно, то есть это все, ну, на мой взгляд, это ересь полная. Вот, пятки надо просто мыть, скоблить, вот, и не полагаться на рыбу. С косметическими средствами, а не рыбой. Да, косметическими, а не рыбой. Потому что занести там можно, честно говоря, все что угодно. В воде распространяется, как бы все хорошо. Да, в общем, не ходите, не поддавайтесь на рекламу. Вот, ну, зато вот здесь забавно, да. Чего-то они чистят, но с сетчатым водорослеедом, ну, не сравнить на самом деле. А так, конечно, прикольная картинка. Ну, естественно, больше всего мы любим, что? Вот это. Вот, видите, гораздо больше, чем кожа. Ну, это да. Это мы вот погоняем. Вот это мы сейчас погоняем с полным удовольствием. На такую толпу можно еще дожидать. Ну, вот. Так что рыбки у нас веселые, бодрые. Так, ну, и теперь поворачиваемся к рыбким под названием Саи. Сиамский водорослеед. Сиаменсис Альгейтр. Вот, откуда эта Саи и взялась. Вот они. На мой взгляд, значит, они вьетнамку жрут, как и вот бородоеды, эти сетчатые. Но, в основном, чтобы они это делали, они должны быть голодные. Вот. А эти рыбки умненькие. Они соображают лучше, чем эти бородоеды. И они очень быстро складывают два и два и понимают, что наступают времена, когда с неба падают вкусности. И лучше подождать эту самую вкусность и не париться, чтобы скоблить вот чего-то. Вот до них это доходит очень быстро. Похоже, что есть популяции разные. Некоторые все равно чистят, а некоторые вот буквально после первого кормления все чистить вообще перестают. Вот. И ждут даже дальше следы. Да, и ждут вот так. Причем они распихивают других рыб. Они довольно быстро растут. Довольно быстро получается стая таких приличных по величине рыб. И могут потом длинностебельку объедать. Молодцы какие. Вот. У меня такие даже съемки есть. Вот это вот настоящие саи. А есть еще у них камбанджийская гара. Она похожа, но разница в том, что у гары полоска на хвост не заходит. Вот. И гара умеет как бы стоять на грудных плавничках. А вот эти грудные плавнички, они прижаты более-менее. Они на них очень не стоят. Ну вот, тем не менее, вот саица такой вот известный раскрученный водорослеед. Вот все считают. Ну, на самом деле, если просто вот сюда вот сейчас перевести рядышком, кто сидит, значит, пицилки. Прекрасно они склевывают зеленые водоросли. Вот. Будучи голодными, если их не кормить, они в травмничке, листики будут держать очень-очень чистенькими. Вот. И про них зря вот забывают. На самом деле, очень неплохие водорослееды, если честно. Надо просто не, значит, обильно кормить, и вы увидите эффект. То есть они очень старательно и хорошо чистят. Так. Какие еще водорослееды? А, ну, конечно же, от ацинклуса. Они в плане чистки, значит, чистки декора, они не очень. Но зато они очень хороши в плане почистить листики. Рыбка маленькая, легкая. В основном по листьям ушастая. Вот. И очень неплохо чистят листья. Вот. Такой темперамент у них не сильный. Ну, сейчас они тут тоже, конечно, пойдут на это дело. Вот. Значит, если анциструс очень быстро, тяжеленьким делается, сая, ну, лениво, все четыре листья чистят, и анциструс и листья чистят. Вот. Очень хорошо, любят они просто, они едят диатомку. Ну, правда, это для травмиков не очень актуально, потому что диатомы и водоросли в основном растут при низких уровнях освещенности. Но почистить буроватые вот налеты на теневыносливых растениях анциструс тоже с удовольствием сделает и не будет там вот этих налетов. Вот. Какой вот анциструс? Атоцинкулс. Атоцинкулс. Так что вот атоцинкулсы, ласковоотики, очень даже такие хорошенькие вырослееды. В маленькие аквариумы хорошо идет. Вот. И, наверное, вот очень хорошие сожители для вот креветочников. Ну, собственно, вот тот аквариум, что мы показываем, там они у нас есть. Там на самом деле у нас есть и пиццеллия, и отики. Посмотрим тоже их. А, так, чтобы далеко еще не ходить, близко сразу вот сюда. Видите, у нас тут как бы много всяких вариантов показывать. Буквально мы так идем по залу и вот просто переводим камеру с одного на вот другое. Гиринохейлосы. Это чистильщики декора. Листья могут даже съесть. Растут большими, как морковка. Но очень хорошие компаньоны для аквариума с ихлидами малавийскими. А, ну тут наше неизбывное шоу. Да, мы сигар очень давно не курили. Да, мы тут на биза не дойдем. Да, потому что давно мы не показывали. Наверное, у нас много новеньких появилось. Кстати, почему-то подписывается мало народу. Давайте подписываться. Смотреть, смотрите, а потрясаться не забывайте. Лайки ставит каждый десятый, а то и меньше. Ну что это такое? Не стараемся. Рыбок в такой форме держим. Показываем. Жонглирование. Да, жонглирование такое. Вот. Потому что ваши лайки и подписки, они позволят другим людям тоже это увидеть. Так что не будьте эгоистами. Это важно очень делать. Ну вот, тут у нас барбосики. Вот бедная апистограмма. Вот им это все глубоко чуждо. Ну, пусть пока все эти наедятся, а потом я сюда дам живую Артемию. И апистограммки тогда поедят с меньшим прессингом. Вот, видите, гирики. Вот они нашли эти штуки. Вот. Это рыба, которая крепкая, сильная, она толкается вовсю. Вот. Поэтому с Африкой тоже может жить. Гиренахилус вырастает, ну, с такую морковку, в общем-то, привычную. Вот. Вот оранжевый такой делается, красивый очень. Это, правда, как бы декоративная расцветка. А дикая форма, она такая серенькая. Вот. Но камушки, скалы, гроты и все, что нужно малавийцам, они очищают очень хорошо. Так что вот водорослеед, который пригоден для жизни в малавийском аквариуме, это вот гиренахилус. Ну, про малавийцев вы сначала голосуйте, потом будем о них рассказывать. А может, никто и не захочет о них слушать. Ну, тут, смотрите, барбусы спуска не дают им. Да, ну, барбусы не такие, ну, тут более... Да, и эти еще, товарищи, медики. Да, конкуренция острая. Вот интересно, кидаем вот здесь, течение идет против, но как-то здесь коллектив тоже понял, что какая-то раздача рядом идет. Тогда мы забыли еще про целую группу водорослеедов. Это улитки. Ну, вот смотрим, улиток у нас тут было много и разных. Вот, ну, кто хорошие водорослееды? Это всякого рода неретина. Вот. Улитка неретина, леопардовая, вот эти вот ребята. Билайны там рогатенькие. Улитки-батики. Ну, это все примерно одно и то же неретины. Вот. Чем они хороши? Они не быстрые, но они по листикам ползают. Они хорошо отъедают водорослятину. Единственный их минус, что они оставляют за собой белые яйца, приклеенные очень крепко. Отдирать, которые бывают сложные. Ну, они же не размножаются, получается. Но зато не будет, да, неограниченного роста никакого. Сколько улиток посадили, столько их и будет. Вот. Иногда покупают улиток ампулярия для того, чтобы они чего-то чистили. Вот. Ну, знаете, они хорошо подъедают остатки корма, но вот водоросли есть, они не очень, прямо скажем. Вот рядом с ними билайны вот рогатые, пожалуйста. Вот. Эти будут чистить. И отдельных слов у нас заслуживают улитки с пикси. Как их еще называют часто, улитки эльфа. Вот. Ну, в отношении этих улиток сведения самые-самые противоречивые. Ну, как мы уже выяснили, они хорошо с гидрой очень борются. И об этом есть и в источниках. Значит, в англоязычных много об этом написано. Есть рассказы, что они и планарий кушают. Так что для креветочника тоже очень-очень хороший вариант. Помимо того, что они, ну, назвать их хищными улитками, в общем, неправильно. Они всеядные улитки. Также они очень неплохо подъедают подгнившие листья растений. Вот. Ходят слухи, что они и живую травку кушают. Вот. Правда это или нет, на самом деле здесь есть такая вот вещь. Эти наши эльфы, они гибриды выдают с моризой. А мориза траву жрет не хуже козы. Вот. И моризу нельзя точно, потому что это просто вот улитка-коза. Она съест все. И гибридики тоже жрут все. Я, честно говоря, этих гибридов не видел. Говорят, они очень-очень похожи на истинных эльфов. Вот. И отлечить практически невозможно. Но если это будет вот гибрид, то он будет жрать траву живую вовсю. А если это такой вот нормальный эльф, то, в общем-то, в норме он ее только чистит. Так что, в принципе, для очень многих целях, если нет очень нежналистных растений, то вот как раз пиксика очень-очень хороши. Почему-то эти улитки встречаются редко. Но вот у нас они есть. Мы их просто решили просто сами вот так вот разводить. И там они разводятся. Вот. Они не очень быстро разводятся. У них небольшие кладки яиц. Вот. То есть они реально малоплодные. Поэтому не так как бы их и много. Но, в принципе, это очень-очень полезная улитка. Как бы незаслуженно, ну, не то чтобы, значит, позабытая, но, как бы, не очень вообще популярная. А на самом-то деле очень хорошие улитки. Вот. Почему про них позабыли, вот мы пытаемся вот напомнить. Тут как бы и гидрону подъезд, и планарио, и какие-то остатки там, вот, разложившиеся. То есть такая вот универсальная. И еще у них есть одна вот особенность, а она еще дренаж, значит, грунта устраивает. Эти улитки, они зарываются в грунт. Кстати, когда мы снимали, в прошлый раз, там было видно, что они полу вот погруженные в грунт. Это очень хорошо, потому что происходит дренаж грунта, и этим пресекается выделение сероводорода и метана из грунта. То же самое делают малайские песчаные улитки, но от них потом отбоя нету. Вот. Потом их будет столько, что вообще вот не избавиться. Вот их я бы как бы не советовал заводить. Ну, это речь идет о меланиях, потому что потом, ну, блин, просто еда будет. Будет грунт шевелиться вот так от сотен тысяч улиток, и как от них избавиться, они живучие, и, в общем, как бы ничего хорошего нет. А вот здесь будет и дренажик, и как бы все вот это самое размножение под, значит, контролем. Так что улитки. Спикси отличаются длинными усами, когда себя чувствуют хорошо. А, и еще в англоязычной литературе их еще гоночными называют, потому что они быстро ползают. Ну, видим, что может, что может ползать быстро. Вот они у нас слегка зеленочкой подзаросли, надо будет почистить, чтобы продажить. Вот, ну, вот видно, что может быстро ползать, шустрая, быстрая. Здесь они гидроизвели просто вообще категорически, как класс. Вот она живая, да. И рядом еще маленькие улетят, а ползают во всю. Так что у нас тут спикси-водство неплохо развито. Вот, снимаем просто вообще в рабочем процессе. Слушайте, они такие милые, волосатенькие. Очень милые, нет, дети, да, очень хорошие. Вот, пожалуйста, здесь у нас как бы взрослые и дети, и икра. Вот, вылупляют с такими вот махонькими-махонькими, но у них энергия роста очень приличная. Как бы энергия ползания. Мне так кажется, что они хозяйственные, гораздо полезнее ампулярий. Они родня, они из семейства, значит, одного ампулярида. Вот, ну, род разный у них. Вот, пожалуйста, кладочки такие хорошенькие. Вот, они разного возраста, полосатенькие. Вот, ну, считается, что они катушек могут мавить и есть. Правда, эффективность гораздо ниже, чем у хелем, но, тем не менее, если есть лишние катушки, то есть гораздо, как бы, экономичнее, правильнее и рачительнее, что самое главное, держать спикси. Здесь тебе и лишний катушек на подъезд, и планарий подъезд, и гидро подъезд, и водоросли тоже, как бы, значит, поедает. Так что, вот, почему такая она какая-то мало популярная? Здесь они живут у нас вместе с анциструсами. Ну, вот, вот такая вот компания веселая здесь находится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот, наверное, весь перечень водорослеедов у нас есть. Можем просто посмотреть итог работы, опять же, в нашем аквариуме. Давайте туда подойдем. Ну, вот, тут у нас с каждым днем все чище и чище. Вот, живут упомянутые сегодня пиццилии в качестве водорослеедов. И живут атоцинкусы, которые, против моих слов, копаются в грунте, а не копаются в листьях. Ну, это обычное дело, стоит о чем-то рассказать, а водки начинают делать прямо-таки, ну, самое противоположное. Ну, везде они, значит, ходят. Ну, вот, пожалуйста, живут очки. Да, в прошлом выпуске мы показали этот аквариум, каким он был изначально, в 21-м году, после того, как был сделан на конкурсе. И, конечно, да, мы совсем позабыли, какой он был и каким он стал, потому что тут, конечно, сохранились быцефаландры, но они здорово подросли. Но тут и много растений прибавилось, и крипта, и куча-куча-куча всего. Поэтому, да, он не выглядит так, как выглядел изначально, но что делать, все развивается, все меняется. Вот, но коряга и драконы, камни-драконы, они остались те же. Ну, вот, если просто сравнивать от ролика к ролику, то зелень, кажется, все более свежей, все более чистой. Вот, хотя мы, в общем-то, добавили население, и мы тут довольно-таки прилично кормим. Но, тем не менее, все выглядит очень даже прилично. Ну, потому что, в общем, течения правильно организованы в аквариуме. Ну, просто и балбитис, и иванский мох, и таиландский папоротник, и оленерок, все это требует, ну, вот, времени, чтобы оно все, как бы, начало расти и жить. Так, ну, и, наверное, мы сегодня широкий круг проблем обсудили. Вот, так что ждем ваше голосование, о чем рассказывать. Выпуск у нас предпраздничный, народу работает мало, и нам с Анной надо идти опять работать. Так что, всем пока. Пишите, о чем вы хотите увидеть и услышать. Что вы хотите увидеть и о чем услышать. Всем пока. Всем пока. Бросили взгляд на наш этот цехледник большой, и увидели тех деток, которых мы показывали малечками маленькими. Вон одна детка стоит. Это у нас васильки. Там еще другая. Сейчас мы бросим еды. Ой, все, потерял. Вон он там, базарные стенки идет. Ой, какой он, быстрый товарищ. Так что, это Африка, тут в нашей воде, мягкая, питерская, и плодится. В принципе, вон он бегает, вон. Это только один, тут еще второй есть, выживший. Там второй, он там с той стороны. Вот он, вот он. Он больше в два раза, чем этот. А на базе они плодятся во всех полный рост. У нас там саморосного малька много просто. Жалко, конечно, отсвечивает, но что делать. Ну, хотелось вас порадовать еще чем-нибудь. Да. Вон еще один, вот еще. Ой, их оказывается три. Ну, их даже, наверное, больше. Если их считать всех, они тут по шхерам бегают. Сейчас они ждут, чтобы аж мисточки форма падали. А у нас тут приплод, оказывается, нормальный. Да, приплод нормальный. Так что, прекрасно, они в воде, в Питерской, живут и растут. Ну, при некоторых ухищрениях. Хватают друг друга за мордой, конечно. Что делать? И какие-то ухищрения расскажем. Там удосталось, кстати говоря, Владимир сильно, потому что у него так... Ну, сейчас туда залетит, по ноте камни, вон идет. Голова так немножко у него покоцана. Да, там нормальные два. Да, там здоровенькие такие. Ну, на то естественный отбор, да, зато вырастают самые крепкие. Ну, мы сознательно их не ловили отсюда, потому что это физически невозможно. Нереально. Хорошо смотрятся эти лосинки, дельфинчики. Вот вода питерская. А жесткость какая здесь интересная? А вот пусть заказывают, все расскажем. Все, да. А то мы уже заманулку сделаем. Какая жесткость, какая что, все расскажи, а потом лайков нет, подписок нет, все рассказывать. Все, пока всем, наконец.